Всем привет, с вами Содерлинг, и сегодня я расскажу вам о том, как же Перри, утконос Финиса и Ферба, вообще стал агентом в ОБКА. Что это за секретная организация, в которой он работает, и почему все их сотрудники это животные? Казалось бы, ответа на этот вопрос не существует, ведь даже монограмм этому удивляется. Карл, напомни, почему все агенты животные? Однако же майор лишь маленький винтик в этой огромной системе. Изначально один из множества наставников по всей стране. И потому кое-каких подробностей не знает. Но если внимательно смотреть сериал и собрать воедино множество упоминаемых фактов, эту тайну легко удастся раскрыть. Но сперва подпишитесь на мой телеграмм по ссылочке в описании. Там я делюсь интересными фактами о мультиках, материалами из невышедших роликов и просто общаюсь с вами. В том числе, там вас будет ждать небольшое дополнение к сегодняшнему ролику. А теперь погнали! В полнометражке «Покорение второго измерения» Финис и Ферп забирают Перри еще совсем маленькими с приюта для животных. За пять лет до событий оригинального мультсериала. Поверить не могу, что прошло уже пять лет! И если обратить внимание на название питомника, видим, что он принадлежит опко. А значит, все зверушки в нем – будущие агенты, которых вырастили и с самого рождения воспитывали сотрудники этой тайной организации. Затем Карл и другие стажеры размещают животных в семьи, которые в будущем станут для них прикрытием. Скорее всего, на тот момент возраст нашего утконоса, судя по его внешнему виду, составлял не более полугода. Но даже тогда Перри был уже готов к двойной жизни, всем своим видом изображая тупое неразумное животное. Однако его полноценная шпионская карьера стартует лишь спустя пять лет. В эпизоде «Музей естественной истории» Фуфел Шмерц вспоминает свою первую встречу с утконосом, когда он еще лишь следил за своим будущим заклятым врагом. Как видим, Перри уже не малыш, а полноценный агент, как и мы и привыкли его видеть. В серии «Не тот утконос же» Монограмм сообщает о юбилейной, сотой миссии Перри против Фуфела. И это аж на момент пятой серии третьего сезона. То есть большая часть их встреч была показана нам в сериале, а борьба утконоса с Фуфелом началась как раз примерно в период событий самой первой серии. Со слов Дэна Павенмайера, одного из создателей «Финиса и Ферба», Опка заранее уведомили Фуфел Шмерца о том, что к нему приставили агента по имени Перри. Потому уже при первой встрече он знал его имя. А, Перри утконос! Какой неожиданный сюрприз! Прошлые враги Перри или былые миссии Духайнса ни разу в мульте не упоминались. Следовательно, логично предположить, что все эти пять лет наш утконос проходил длительное обучение и практику. Хоть в возрасте полугода Перри был уже достаточно смешлен, чтобы не выдавать перед домочадцами свой истинный интеллект. Однако ему все еще предстояло изучить дзюдо и платежицу, математику, несколько языков для понимания, научиться читать и писать, водить машину, лодку, грузовик, пилотировать самолет и даже ракету. В эпизоде «Файлы опка» видим, как Перри уже лично обучает агентов-новобранцев. Через то же, скорее всего, прошел и он. После всех тренировок эти зверушки способны разработать тактику ведения боя, собрать и разобрать любой механизм, пользоваться любым высокотехнологичным устройством и даже управлять абсолютно каждым видом транспорта. Так, стоп. А этим кораблем что? Управляет они моя девочка? Все верно, так и есть. Это же командир Зара, ведь прямо сейчас весь флот мира кораблей находится под командованием тяночек из Азур Лейн. Выбирай любую из них, и она разобьет всех врагов в пух и пра, хоть на быстром эсминце, хоть на подводной лодке, и даже здоровый линкор им по плечу. Я вот назначил Чапаеву командовать эскадрильей своих авианосцев, и от точности ее стрельбы просто взгляда не оторвать. В игре вас ждет множество новых командиров, изящные камуфляжи и два премиумных корабля в тематической боевой раскраске. Но торопитесь, ивент скоро закончится. Скачивайте мир кораблей бесплатно по моей ссылочке в описании, и тогда вы получите много крутых подарков и даже командира Шоу Каку. Товарищи командиры, пора играть. ОБКА – не единственная тайная организация во вселенной Финиса и Ферба. Это американское учреждение, которое действует по большей части лишь в пределах юрисдикции Объединенных Штатов. В других же странах функционируют иные организации. К примеру, в Англии это Британский союз шпионов, а в Канаде – копка. И что примечательно, все иностранные агенты – поголовно люди, и им удивительно слышать о зверьках-шпионах. Вы понимаете, что этот человек утконот? Они американцы, ноль-ноль-ноль. Радуйся, что он млекопитающий. То есть агенты-животные – это исключительная особенность ОБКА, а для всех остальных вербовка зверей звучит столь же невообразимо, сколько и для нас. Но если же шпионы-животные – не повсеместная практика, возникает вопрос, как такого результата сумела добиться ОБКА. Вариантов уйма. Генетические эксперименты, радиация, особое устройство их шляп или какая-то техника дрессировки. Но реальный же ответ намного проще. В эпизоде интервью с утконосом «Финис и Ферп» изобрели переводчик животных. И помимо вполне отчетливых просьб дать покушать и жалоб на пылесосы, проскакивали и такие изречения. А ты не слишком мал для межвидовой коммуникации? Ну, у тебя нет повода жаловаться. Тебе дают 12 банок в день. Это дает нам понять, что языки животных во вселенной данного мультсериала вовсе не бессмысленны. Это вполне рабочая система взаимного общения. Более того, животные способны считать и даже обладают пониманием термина «межвидовая коммуникация». Звери могут сидеть на стуле, подобно людям. Уже в другой серии сэр Бекон свободно танцует на задних лапах. Пудель с Юзи по приказу хозяйки всевозможными способами навязчиво вредит Кэндис. И даже утконос из зоопарка, не обладая той же сноровкой и опытом, что и Перри, сумел встать на задние лапы и опрокинуть на Фуфиушмер со стойку с сэндвичами, одолев его согласно заданной миссии. Все звери, финиси и ферби обладают более высоким интеллектом, нежели животные в нашем мире. Но, как мы видим в серии интервью с отконосом, они предпочитают жить привычной жизнью, самостоятельно охотиться в саванне или чтоб им чесали пузико и подносили еду на блюдечке. Эту гипотезу прекрасно подтверждает кошка Карен, которая всю серию казалась обычным безмозглым животным, даже в присутствии агентов, до тех пор, пока ей лично не стала угрожать опасность. Тем не менее, конечно же, из всех правил есть исключения. Помимо агентов, которые скрывают от большинства людей свой развитый интеллект, существует, к примеру, крольчонок Марти. Он носит одежду и открыто выступает на телеке с музыкальным блендером. То есть абсолютно каждый зверь потенциально может стать агентом опка, будь у него только желание помочь защищать этот мир от зла. И вот уже в спешле «Финис и Ферб спасают лето» наглядно видим, как уволенный монограмм нашел на свалке крысу и тут же сумел завербовать ее в агенты. Без каких-либо вакцинной, даже полноценной шляпы, которых у майора никак уж не могло быть при себе в данных обстоятельствах, этот зверек сумел пробраться во вражеское логово и с помощью самодельной отмычки отпереть тюремный засов. В эпизоде, где Перри, случайно оказавшись в Африке, наш утконос сумел завербовать в агенты местных, казалось бы, диких зверей. Новобранцы, да? Все они способны надеть на голову шляпы и стоять на задних лапах. Хоть и практики им пока заметно не хватает. Как выясняется с течением серии, организация без крутой аббревиатуры существует уже несколько столетий. Еще отец монограмма работал в этом учреждении. Ты знаешь, что твой дедушка работал на агентство, но тебе неизвестно, что он настоял, чтобы я пошел по его стопам. Скорее всего, именно его мы видим в 22 эпизоде третьего сезона, действия которого происходят в 1914 году. Тогда Опка носил название Тропка, Тайный рыцарский орден бесклассной аббревиатуры, который также защищал меры злых сил. В 1903 мастер-панковских роботов, в 1540 году от завоевателей, в Средневековье от злых волшебников. Хоть это всегда демонстрируется через призму знакомых нам персонажей, однако факт остается фактом. ОБКА – древнейшая организация, которая на протяжении всей мировой истории сотрудничала с животными. Судя по всему, в какой-то момент им удалось выяснить, что несмотря на дикий образ жизни, интеллект большинства зверей во вселенной данного мультсериала довольно высоко развит. И они этим воспользовались, много лет назад создав общество шпионов с идеальным прикрытием, и передают тайну их развитого интеллекта из поколения в поколение вплоть до наших дней. Любой человек, будь это я, вы, Финис или Изабелла, с трудом поверит в то, что их питомец может быть тайным агентом, не увидев это воочию. Именно потому, что люди считают животных тупыми и безмозглыми, сотрудники ОБКА могут свободно действовать в любой точке мира, избегая подозрений. За годы организация выработала особую систему. Зверей с детства обучают, находят им семью и прикрытие, представляют следить за особо опасными личностями, помогают сохранять их конфиденциальность и даже платят полноценную зарплату. Интересно, на что Перри вообще тратит все эти деньги? Напишите ваши предположения в комментариях. ОБКА работает напрямую с правительством, о чем Монограмм говорит еще в пилотном эпизоде. В любой момент, когда возникает необходимость, майор может позвонить лично президенту. Я тут связался с президентом, агент Пи. Монограмм запросто может надавить на любые государственные структуры и изменить любые данные. Если мы вас можем чем-нибудь отблагодарить, пожалуйста. Ау, этого не может быть! Кажется, меня освободили от уплаты штрафа. На протяжении всего сериала ОБКА являлась правительственной организацией. Однако же после столь многолетней истории существования, сфера их влияния значительно превышала рамки государственной системы одной страны. И потому уже в Спешли Финис и Ферб спасает лето после расформирования ОБКА правительством, майор Монограмм тут же смог ее реорганизовать, сделав частные компании, сохранив те же власти и авторитет. И теперь, наоборот, правительству придется действовать по строгим надзорам ОБКА. Однако, столь длительная, пускай добровольная эксплуатация животных после стольких лет не могла не возыметь последствий. В эпизоде «Больше никаких кроликов» появляется повстанец Деннис, кролик, который по неизвестным нам причинам пытается проникнуть в ОБКА и заполучить доступ к их серверам. Со слов майора, Деннис – наемник, однако же, кто его нанял, до конца умалчивается. Вряд ли это дело рук любовничков. И крайне маловероятно, что кролик когда-либо состоял в ОБКА, иначе бы он давно уже имел доступ ко всем их данным и проникать никуда не требовалось бы. Судя по общению с Фуфюшмерцем, Деннис преследует личные цели. И, скорее всего, его попросту бесит тот факт, что столь высокоразвитые животные продолжают служить людям, заместо того, чтобы развивать собственную цивилизацию. В ОБКА он видит рабовладельцев и потому жаждал дорвать зверям иную жизнь. Сперва он попытался объяснить это лично сотрудникам ОБКА, но преданные агентству звери попытались его схватить и отхватили от него люлей. После этого его план тут же вскрылся, и потому Деннису ничего не оставалось, кроме как идти на пролом. И, столкнувшись с агентом Пи, кролик потерпел неудачу, после чего его бросили гнить в обкотрассе. Такова общая структура и история ОБКА. Еще несколько интересных фактов об этой организации и ее шпионов, не попавших в это видео, я выложу сегодня в своем телеграме по ссылочке в описании. А если бы вы хотели еще видео о Финисе и Фербе, давайте наберем под этим роликом 30 тысяч лайков. Еще про ОБКА, или про организацию злобных ученых, гигантской голове младенца, будущем фуфу-шмерце, или жутких монстрах из Финиса и Ферба. Пишите в комментариях, какая тема для вас интереснее, а также подписывайтесь на канал, смотрите прошлые видео, а с вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр, и пока!